Мой стиль это, наверное, такой конгломерации просто других стилей. Ну да, определенного стиля, наверное, сейчас нет. Я пишу с натуры женщин или мужчин. Пишу с натуры людей, это просто как люди, мои знакомые и так далее. Мне нравится тело просто очень писать, наверное, да. Иногда я использую птиц, потому что я с детства рисовал птиц. Подлинное произведение искусства, на мой взгляд, не знаю, которое классно сделано, наверное, будет всегда классно. Сложно сказать, споря вот такое сейчас очень огромное и абсурдное понятие искусства даже. Одно развивается, второе не развивается и так далее. Поэтому, ну сейчас не живут такие люди, типа как там Пабло Пикассо, как раньше, там весь мир не знает у них, да. Возможно, скоро это будет, когда гений будет жить среди нас, там все такое, это будет ощутимо. Ну типа это поменяет много мира. Например, сейчас мы в каком-то таком восстановочном состоянии. Я занимаюсь татуировкой там 16-15 лет. Мне нравятся татуировки с детства. И я начал вообще с татуировок, а потом начал делать картины. И типа татуировки это по сути дела графика, а картины это живопись. Ну это немного разные вещи, но сейчас, наверное, пересекаются. Мне нравится, что татуировки остаются на теле, как бы. И мне нравится определенно, как это смотрится на этой плоскости. На плоскости руки или ноги. Мне нравится это. Вот. Живопись мне нравится из-за других причин, как бы. Каждая техника, она уникальна. И она, как бы, самая классная. Ну сейчас легко стать, типа, известным, в кавычках. Ну или реально известным через интернет. И это, типа, там, можно сделать через YouTube или Instagram. Сейчас очень классно, что у нас есть такая, ну, площадка. Это прикольно. Как музей, типа. Это как музей стало. Есть определенные зрители, определенные экспонаты. И все такое. Instagram в этом плане, как музей. Мне, допустим, нравится там, кладут свои работы, там, Instagram. Мне это важно, как бы, работа своя. Мне нравится тираж. Тираж, это, ну, это и возможность, и в этом есть какая-то своя магия тиража. Это огромное искусство, мне кажется, тиражирование. Художник, это тот, кто рисует. Вот. Надо к этому относиться проще. Ну, правда. Если он будет рисовать долго, этот художник, он будет какой-то, в этом, наверное, обретать скилл. Но, с другой стороны, если я взял гитару, это не значит, что я еще, ну, музыкант, как бы. Но, с другой стороны, почему нет? Ты тоже музыкант. Ты можешь тоже играть. Мне кажется, вообще художник ничего не должен. И вообще художник 21 века, это 100% художник, который развивается в больших техниках. То есть очень сейчас важная техника. И типа нужно сейчас пробовать очень многие вещи. Как, ну, начиная с графикой, заканчивая литографией, гравюр, живописи, там, не знаю, скультурой и так далее. Не ограничиваться себя зачем. Я думаю, что через, возможно, через какое-то определенное время, когда подойдет к этому времени смешание всех этих стилей, смешание во что-то определенное. И когда что-то это кто-то определит в одно, то с этого будет рождаться уже последующие какие-то возможности. Ну, то есть это просто непрерывный процесс, наверное. Мы просто будем развиваться, я не знаю. Просто сейчас такой микс всего. Так что это интересно, к чему это все будет. Тем более мы сейчас переживаем то, что не переживали никто реально еще, никто не видел. Такое, что переживаем мы сейчас. Я имею в виду развитие технологий и вообще всего-всего. Сейчас то, что сейчас происходит в мире. Так что сейчас все так развивается быстро, что непосредственно мы тоже являемся как частью этого всего, в большей части. У меня не было никогда до этого опыта дизайна одежды. Вот. Я, может быть, только рисовал на каких-то своих шмотках. Я просто старался выбрать оптимальный вариант того, что я бы носил, в чем бы я бы смог, я не знаю, кататься на скейте, гулять.